МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санкции, введенные в ответ на политику России по отношению к Крыму и Донбассу, будут продлены. Договоренность об этом была достигнута на мини-саммите с участием Барака Обамы, канцлера ФРГ Ангела Меркель и лидеров ведущих стран ЕС в Берлине. А вот вопрос о возможных санкциях за действия России в Сирии на встрече, согласно официальным сообщениям, не обсуждался. Одновременно Барак Обама, в январе покидающий пост президента США, дал понять, что Москве не стоит рассчитывать на мягкую позицию Дональда Трампа. Тысячи полицейских на улицах Берлина. Не только на дорогах, но и на крышах домов. По перекрытым улицам один за одним проносятся многочисленные кортежи. Вдоль обочин выстроились люди. Уходящий президент США Барак Обама в берлинской столице. Здесь его встретили сразу пять лидеров крупнейших европейских стран – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. В своем напутствии Европе Обама предупредил – в ближайшее время мир может стать злее, жестче и сложнее. И поэтому миру необходим сильный трансатлантический альянс, вне зависимости от того, кто будет президентом США или канцлером Германии. Во время совместной пресс-конференции с Меркель Обама основательно коснулся и темы России. С ней надо уметь сотрудничать, но и уметь противостоять Москве, если она нарушает международные нормы. Чтобы решить многие большие мировые проблемы, в наших интересах работать с Россией. Мы все должны надеяться, что Россия будет успешной страной, где люди работают и экономика растет, и что у нее будут хорошие отношения с соседями. Однако я надеюсь, что избранный президент также будет готов противостоять России в случае, если она отступает от наших ценностей и международных норм. И Барак Обама и Ангела Меркель твердо уверены, санкции в отношении России должны сохраняться, пока не будут выполнены Минские соглашения. Впрочем, Обама не ждет, что Дональд Трамп будет полностью следовать методам прежней администрации, но добавил, что США продолжает поддерживать народ Украины и принцип того, что государства сами определяют свою судьбу. В свою очередь Ангела Меркель подвела итоги отношениям США при Обаме. Это были 8 лет стабильных отношений с главным партнером. Отношения США как для Германии, так и для Европы являются ключевым элементом внешней политики. С одной стороны, здесь важны наши интересы, с другой — наши ценности. У нас есть общая платформа для демократии, свободы и прав человека, приверженность либеральному и открытому мировому порядку. Конечно, я сделаю все, чтобы хорошо работать с новым президентом, но сегодня я хочу сказать спасибо. Спасибо за хорошее, искреннее и интенсивное сотрудничество. Вместе с остальными лидерами Европы Обама обсудил последствия смены власти в Вашингтоне, положение в Сирии и совместную борьбу с террористами, а также будущее экономических соглашений ЕС и США с учётом Брексита. В пятницу днём Барак Обама завершил своё последнее европейское турне и покинул Берлин. Но обещал вернуться. Он хотел бы прогуляться по Берлину и посетить Октоберфест, уже после прекращения своих полномочий в качестве обычного человека. На следующей неделе Европарламент должен решить, продолжать ли Евросоюзу переговоры о приёме Турции. На кону и безвизовый режим, на котором настаивает Анкара. Тех, кто поддерживает Турцию в её стремлении к европейской интеграции, въезд стало меньше. Это связано прежде всего с тем, что турецкие власти продолжают закручивать гайки. 103 сотрудника технического университета Елдыс были задержаны, 70 из них остались под арестом. Профессоров, доцентов и научных сотрудников университета подозревают в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Власти в Анкаре обвиняют Гюлена в том, что именно он стоял за попыткой государственного переворота в июле. Эти задержания продолжили череду массовых арестов в Турции, где, по подозрению, в причастности к пучу за решёткой оказались 36 тысяч человек, среди которых журналисты, преподаватели и военные. В Европе же политики всё чаще говорят о том, что на фоне непрекращающихся репрессий в Турции продолжение процесса приёма страны в ЕС может стать неправильным сигналом. Многие депутаты Европарламента выступают за сворачивание переговоров, которые ведутся с 1999 года, когда Турция стала официальным кандидатом на вступление в Евросоюз. Всё менее вероятным становится и введение безвизового режима с Турцией. На днях группа европарламентариев намеревалась отправиться в Турцию, но Анкара дала недвусмысленно понять, что их прибытие нежелательно. Нынешние власти Турции обвиняют ЕС и, в частности, европарламентариев в пособничестве террористам. Мы ждём от Евросоюза поддержки в борьбе с терроризмом, а не помощи террористам. Террористами Анкара считают представители курдских организаций, проживающих в Европе, которая стала, по словам турецких властей, убежищем для боевиков из рабочей партии Курдистана. Более того, накануне турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган высказался за проведение в следующем году референдума, в ходе которого турки смогут решить, нужно ли их стране стремиться к членству в ЕС или нет. И тем не менее, в Европарламенте по-прежнему намереваются отослать группу депутатов на переговоры с турецкими властями в надежде на улучшение отношений. Представители консервативной фракции Европарламента не исключают для Турции статуса привилегированного партнёра ЕС. С целью укрепления сотрудничества в стране побывал на этой неделе и министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Я в любом случае выступаю за тесное и доверительное сотрудничество Европы и Турции, а также Германии и Турции. Предложение с нашей стороны сделано. Тем не менее, ему пришлось выслушать от властей в Инкаре те же упрёки, которые они раньше высказывали в адрес Европарламента. Немецкие журналисты отметили, что таким напряжённым лицо Штайнмайера не видели давно. Наблюдатели указывают на то, что ЕС заключил с Турцией договор о реадмиссии нелегальных мигрантов. Анкара не забывает грозить Брюсселю и Берлину тем, что может вновь открыть границы для неконтролируемого потока беженцев, направляющихся в Европу. Западные эксперты отмечают, что перед европейцами стоит крайне непростая задача — наладить отношения с Анкарой, но при этом не отказаться от критики нарушений прав человека в Турции. В субботу в Москве стартует двухдневный образовательный форум под названием «Многоязычие в образовании. Немецкий, первый, второй, иностранный». Конференцию, в которой примут участие прежде всего учителя и преподаватели, организовал Гёте-институт. Одна из целей форума — обсудить новые возможности для преподавания немецкого языка в российских школах. Тему продолжит наш корреспондент в Москве Юлия Вишневецкая. Два иностранных языка в каждой школе. Пока это звучит как утопия. Но скоро она должна стать реальностью. Министерство образования еще в 2015 году выпустило приказ об обязательном изучении второго иностранного языка с пятого класса. Переход на такую систему в российских школах должен быть постепенным. Немецкий институт Гёте решил воспользоваться этой возможностью. Ведь у немецкого языка есть все шансы стать главным вторым иностранным. «Как основной иностранный язык немецкий изучают все реже и реже. При этом как второй он набирает популярность. И те, у кого есть возможность выбрать второй иностранный язык, выбирают немецкий. Поэтому мы очень рады, что Россия приняла такое смелое решение по поводу двух языков во всех школах». Считается, что мешает этому в первую очередь нехватка учителей. Хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что в случае необходимости их можно найти. «В каждой школе есть учитель английского языка. Каждый учитель английского языка знает, практически каждый, какой-то второй иностранный язык. Чаще всего это немецкий. Очень много учителей английского языка, которые изначально в качестве первого языка изучали немецкий. В связи с тем, что не было возможности немецкий преподавать, перешли на английский. Эти учителя готовы перейти, вернуться в немецкий, преподавать немецкий язык». Для этого нужно мотивировать руководство школы и родителей, которые боятся лишней нагрузки для ребенка. «Потому что часто от родителей бывает такое, что слышишь, первый-то не знает, пусть первый выучат. Или русский не знают, какой он второй иностранный. Такие вот бывают аргументы». «На самом деле это не так. Статистика показывает, что если ребенок хорошо справляется с первым иностранным языком, то и второй ему дается легко. Бывает и так, что второй иностранный идет лучше, чем первый». «Позвольте представиться. Я профессор Эйнштейн. Всем известный гений и нобелевский лауреат. Я родился в Германии, но меня знают во всем мире». «Это профессор Эйнштейн, специально разработанный персонаж. Он немного рассеянный, но у него очень хорошее чувство юмора. Гениальный ученый, который знает ответы на все вопросы». Чтобы выбрать немецкий в пятом классе, нужно иметь о нем хоть какое-то представление. Поэтому Гёте-институт запустил онлайн-проект «Немецкий детский университет для учеников начальной школы». «Почему шумит ракушка? Или как ездит машина с автопилотом? Или рождается ли улитка с домиком? Или он потом появляется?» И рассчитывая на то, что ребенок замотивирован, немецкий является дополнительным элементом, эти немецкие слова, с той целью, что в пятом классе, когда есть возможность выбрать второй иностранный язык, ребенок думал о том, что я уже начал учить немецкий в немецком детском университете, и поэтому хочу еще активнее, и хочу учить по-настоящему. Детям профессор Эйнштейн, похоже, нравится. Если решение Министерства образования останется в силе, немецкий может появиться в большинстве российских школ уже к 2020 году. Немецкий концерн «Фольксваген» не собирается концентрироваться только на производстве автомобилей. Цель – сделать ставку на предоставление услуг по обеспечению мобильности. В рамках модернизации автопроизводитель будет сокращать рабочие места. Подробности в обзоре новостей. «Фольксваген» в течение ближайших 10 лет планирует сократить на предприятиях Германии до 23 тысяч рабочих мест. При этом увольнений по сокращению штатов не будет. Персонал, главным образом, будет отправлен на пенсию по возрасту. В то же время автоконцерн намерен сохранить все свои заводы и создать 9 тысяч новых рабочих мест. Сейчас «Фольксваген» испытывает серьезные финансовые трудности из-за дизельного скандала и многомиллиардных инвестиций. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества начинается в столице Перу – Лиме. Эксперты не сомневаются, что основной темой обсуждения станет исход президентских выборов в США и будущее региона после избрания Дональда Трампа. Тем временем главы внешнеполитических ведомств России и США уже провели встречу на полях форума и обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, а также двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Флэш-моб «Манекен-челлендж» набирает обороты во всем мире. Суть его в том, что участники интернет-акции внезапно замирают в разных позах, как в детской игре «Море волнуется раз». Манекенов ранее изображали сотрудники предвыборного штаба Хиллари Клинтон, игроки сборной Португалии по футболу, известные актеры и певцы. О развитии событий в следующем выпуске ДВНовости. Всего доброго! ДВНовости. ДВНовости. ДВНовости.